Дебютный матч сезона «Факел» провел на домашней площадке. Соперниками «Северян» стал «Динамо» из Ленинградской области. Противостояние в «Звездном» получилось действительно эпичным. Хоть гости и смогли одержать победу над новоуренгойским клубом, легкое ее точно нельзя назвать. Подробности в нашем следующем материале. Первый матч в этом сезоне «Северяне» провели при максимальной загрузке трибун, конечно, с учетом ковидных ограничений. Болельщики истосковались по красивому волейболу, а практически полностью обновленная команда «Факела» обещала сделать его максимально непредсказуемым, что и произошло. На старте игроки «Динамо» из Ленинградской области выступали в роли догоняющих. С этой задачей более опытная команда справилась. А дальше началось равное противостояние молодости и сыгранности. Баланс цифр сохранялся до конца первого сета, но цифры на табло не могли передать атмосферу в зале. При счете 31-32 игроки подарили болельщикам настоящую игровую феерию. Баланс цифр сохранялся до конца первого сета, но цифр сохранялся до конца первого сета. Валидольное противостояние первого сета закончилось в пользу «Факела» со счетом 34-32. Северянам удалось пробудить спортивную злость оппонентов. И во второй партии «Динамо» рвануло вперед. Наша команда организовала погоню, но выйти на лидирующую позицию «Факелу» так и не удалось. Мы настраивались на серьезный бой, потому что мы знали, что «Факел» полезет в любом случае и нужно будет им что-то противопоставить. Вначале как-то не очень складывалось, но потом немного так пришли в себя, поверили в себя. Вера в себя, помноженная на игровой опыт, сделали свое дело. Особенно это было видно в концовках партии. «Динамовцы» доказали, что могут сохранять максимальную концентрацию до финального свистка. Именно этого и не хватило «Факелу» в дебютном матче сезона. Очень понравилась игра. Мы показали хорошую борьбу. Моментами, я считаю, что проиграли в основном на своих ошибках. Думаю, что была возможность побеждать, если бы убрали ошибки свои. В целом, я думаю, достаточно хорошо для первой игры. Противостояние с «Динамо» из Ленинградской области закончилось в пользу клуба из «Соснового бора». Сейчас «Факелу» предстоит максимально интенсивная работа над ошибками. Следующий матч северяне проведут уже 20 октября. Он тоже будет домашним. Игрокам ямальского клуба предстоит проверить на прочность «Енисей» из Красноярска. Павел Прожогин, Богдан Жиделев, Служба новостей, «Импульс».